Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале, на котором вас всегда ждут свежие обзоры на машины, которые появляются на продажу, либо танки, которые вводятся в игру. Кроме того, новости про крутые рулетки и многое другое. Если вы увидели, что в игре появилась новая машина, которую раньше вы не видели, или появились танки на продаже и хотите увидеть свежие обзоры, то есть сразу заходите на мой канал, потому что здесь всегда выкладывается видео, буквально через пару минут после того, как те или иные товары в игре появляются. Спасибо большое за то, что подписались и приятного просмотра. Ну а в этом видео мы обсудим с вами набор из двух объектов, который появился на продаже, а именно 452К и 274А. 274А это премиумная восьмерочка, средние танки, с этой машиной справится любой танкист, который умеет играть на средних танках. Да, по-моему, у нас все умеют играть на средних танках. А вот в отношении 452К стоит хорошенько задуматься, потому что реализовать его потенциал сможет далеко не каждый танкист. Конкретно в данном видео обсудим 452К. В следующем видео обязательно выключу из ангара и покажу, чего стоит 274-й. Ну и в отношении самого набора. Цена по набору, я бы сказал, вполне себе приемлемая. С учетом того, что здесь девятка и восьмерка, 15 тысяч за две машины, это нормальная объективная цена. Таким образом, усредненно получается по 7,5 тысяч за танк. В отношении покупки по отдельности, в отношении 452К, ну, 10 тысяч с учетом открытого оборудования, что поможет сэкономить в районе 3,5 миллионов серебра. Я считаю, что ценник объективный, как для девятки, но повторюсь еще раз, реализовать данный танк сможет далеко не каждый танкист и далеко не в каждом бою. Дело в том, что машина специфическая и поддается далеко не каждым рукам. Ну а в отношении 274А, это обычный, приятный, хорошо сбалансированный СТ, который подойдет практически любому танкисту. И 7,5 тысяч за голое состояние с учетом открытого оборудования, которое поможет сэкономить в районе 2 миллионов серых. В целом, цена вполне нормальная и адекватная, но не жирная, понятно. В отношении того, покупать или нет, определяетесь самостоятельно. Здесь я не могу сказать, что да, точно берите, но и в то же время не могу сказать, что набор хлам и обратить на него внимание не нужно. В отношении ТТХ по 452. Я не могу сказать, что машина прям действительно хорошо сбалансирована. Дело в том, что у него очень сильно подкачивает время сведения 4,2. Это с учетом того, что в оборудовании два слота посвящено улучшению данного показателя. В отношении разброса, ну в целом для тяжелого танка с натяжкой можно сказать, что нормально, сойдет. Но, понятное дело, хотелось бы немножко лучше. ДПМ не сильно высокий, 2300, да и реализовать его сложновато, потому что очень часто упарываются на данных машинах, думая, что они имба по броне. Имба, но только если правильно эту броню использовать. Время перезарядки целых 12 секунд, а взамен получаем 460 единиц альфы. Для девятого уровня мне все-таки кажется, что маловато. Если бы здесь было хотя бы 520, ну тогда разговор бы был совсем иным. Стоит отметить, что есть плюс-минус неплохой угол склонения орудия вниз, минус 7. И да, несмотря на то, что это советский танк, на 1 градус больше, нежели привычно видеть на тяжелых танках Советского Союза. Опять-таки, не сильно спасает. Стоит отметить, что броня у машины действительно есть. И плюс машины заключается в том, что, во-первых, она очень небольшого роста. Во-вторых, у нее орудие расположено максимально высоко в башне. И здесь сверху практически ничего нет, что можно выцелить. Вот это ком-башня, ее пойди еще высмотри у себя в прицеле. Ну и, соответственно, когда ты играешь от башни, ты просто неприступная стена. Здесь бешеная приведенка, и пробивать в башню просто некуда. То же самое касается верхнего бронелиста и вот этих скосов. Но, ребят, вот этот вот пятак светится серым, ну прям до безобразия. Именно поэтому машина, да, хорошо забронирована, но упороться на ней очень легко. Вы езжаете куда-то на ровное пространство и на ровной площадочке вас вот сюда вполне спокойно разбирают. Как бы вы ни мансили, что бы вы ни делали, вас действительно будут разбирать очень быстро. По бортам все как обычно, но башня при этом все равно продолжает танковать, потому что здесь есть тоже приведенная броня. Поэтому самое классное, что можно сделать на этой машине, найти какое-нибудь место, в котором вы будете прятать нижний свой бронелист и просто упрямо отстреливать по своим соперникам. Насколько это просто или насколько это тяжело, давайте сейчас посмотрим в реальной карточке. Ну что ж, ребят, поехали. Поехали тестить и давайте, как обычно, по привычке начинать с подвижности. Подвижность классная, хорошая для размеров танка, для уровня бронирования. Все очень хорошо, движется вперед упрямо и уверенно в отношении маневренности тоже не вызывает вообще никаких вопросов и сомнений в том, что вы сможете вовремя довернуться или сможете доехать туда, куда вам необходимо. Учитывая то, что время перезарядки составляет целых 12 секунд, желательно, чтобы рядом с вами был хотя бы один союзник, который во время вашей перезарядки будет поддерживать вас тем, что отстреливать по соперникам и не давать к вам приблизиться. В отношении времени, сведения и точности. Сейчас попытаюсь немножко подкатиться поближе к ребятам. Время, сведения и точность. Ну, в целом все классно, в целом все хорошо. Единственное, что к этому надо будет привыкать. У вас не получится просто спокойно с первой катки заехать и раскидывать всех направо и налево. Так, вроде бы нашел себе подходящее место, где могу стоять. Потом посмотрим, куда меня пробили. Вот видите, время сведения такое долговатое, немножко затянутое, но когда сыграешь хотя бы там 5-7 боев, к этому делу привыкаешь и в целом не вызывает вообще никаких смущений. По точности, как вы видите, все действительно классно. Нормально выцеливаешь, нормально попадаешь. Голдой бьет засранец. Ну ладно. Хорошо. До свидания. Так, сейчас становится не очень приятно, потому что если я сейчас останусь один-два, то время перезарядки может немножко подкачать. Боятся, ребята. Двигаться вперед. Но в целом это очень даже хорошо. Вот этого товарища я точно сейчас не доберу с выстрела. Получаю два непробития. Один раз все-таки пробиваю. Надо прятать нижний бронелист. Ну что, Дефендер, давай, улыбаемся и машем. Отправляемся в ангар, а я дальше поехал. Так, пока катаемся. Давайте посмотрим, куда меня пробивали. Сейчас заодно дождемся, чтобы поремкаться можно было. Ну, как видите, вот он, нижний бронелист и цепанул меня в районе гусеницы. То, что я говорил, в отношении башни просто, просто монолит. Пробить нереально. Выцеливать нет смысла, потому что выцеливать нечего. Там просто нет слабых зон. Сейчас выхожу на ровный участок, и это действительно не очень приятно будет для меня, если будут выцеливать. Потому что в такой проекции, как видите, ну, особо-то и выцеливать не надо. Нижний бронелист занимает более половины тачки в прицеле. Ну, давай, родимая. Ну, а теперь можно и поремкаться. Поехали на стандарта. В принципе, терять нам уже особо нечего. Зато сможем накинуть дополнительного урона. Ну, а, возможно, сделаем еще фраг. Если, правда, успеем. Нет, не успеваем. Добирают его. Вот такая вот девяточка. Интересная? Да. Идеальная? Нет. В отношении того, чтобы быть на ней результативным, ну, придется немножко попотеть, придется немножко попахать. Потому что танк далеко не прост. И его необходимо чувствовать, его необходимо понимать. И в целом, могу сказать откровенно, мне лично данная машина нравится. Хотя я не самый рукастый танкист, я не киберспортсмен, но играть на нем действительно интересно. Главное сыграть первые вот эти вот 5-7 боев, ну, пускай до десятка, для того, чтобы понять, в каких конкретно проекциях лучше всего отыгрывать, какие конкретно позиции лучше всего занимать. Ну, и, соответственно, тогда будете давать неплохие результаты. В данном конкретном бою получаем уверенную победу. Спасибо большое союзникам за то, что составили компанию в этом бою. Все союзники действительно очень круто отыграли. Что-то там не получилось у ВЗ-120, но дизать его не за что, а мало ли, что там у игрока произошло. Ну, а в моем конкретном случае 3680 единиц урона, 3 уничтоженных соперника и первое место в команде по результативности. Что я лично считаю вполне себе приемлемыми показателями по результатам боя. Покупать или не покупать себе данную машину отдельно, или покупать или не покупать себе набор, тут уже определяйтесь самостоятельно. Взвестие. Взвестие адекватно, насколько вы, рукастые танкисты, сможете ли вы играть на такой специфической машине. Я пошел снимать следующее видео специально для вас про Объект 274А. Если вы хотите увидеть данное видео и не пропустить его, то подписывайтесь на канал прямо сейчас и жмите на колокольчик. А еще подписывайтесь на канал, если вы за честность, а главное своевременность. Своевременность видео по поводу всего, что в игре происходит. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok